всем привет наконец-то дорогие друзья давно уже не виделись сегодня уже 26 августа слава богу и если проследить историю моих видосов то примерно уже в такое время мы увидим что появляются подосиновики короче говоря сейчас все проверим смысла не вижу ходить по сухому надо лезть болото и мы угадайте куда прибыли все правильно в болотце ко мне днем солнце по компоче но тут вроде сыровато ночью где-то 17 может быть даже и 14 градусов ну так прохладного а то я сегодня проснулся ноги холоднее сейчас поглядим вот уже заходим кроме того что время расти подосиновик наступило время аллергии на амброзию время цветения амброзии я у на глаза слезятся я купил дорогущие капли в нос чихать перестала глаза я кто песка засыпал ну вот такая сочная трава на ней даже роса блестит то есть то есть влага есть видно что есть там еще водичка в болоте них совсем она пересохла дня четыре или пять назад прошел добрячий такой дождь вот первая находочка погрыженная ух ты друзья этот находочка первая наша но она не очень презентабельная а там настоящее сокровище в корнях спряталась сейчас сейчас я буду по старинке лезть рискуя оставить глаз на ветке ну в этом и заключается весь мой кайф у нас тут подосечек такой милашка красота ну разве ж это не чаровашка уже не зря приехал ну вот он какой приятненький этот тоже приятненький но менее это все обрежется губочкой мы будем беленько и ниженько беленько многие интересуются куда я пропал фух я так отдыхал летом не ездили мы на море никуда отдыхали мы на берегу чистого голубого озера вблизи города каминское отдыхали дикарями но с комфортом во многом благодаря удобными качественным шезлонгом украинского производителя витан вот такой шезлонг купил я себе для отдыха полулежа материал ткани называется дралон ткань крепкая быстро сохнет и не выгорает на солнце здесь можно менять положение для наибольшего комфорта трубы стальные диаметром 25 миллиметров все выполнено очень надежно вот жене и сыну я купил кресло шезлонг модели ясень которая изготовлена из ткани текстилен она также очень крепкая и неприхотлива кресло можно использовать в четырех положениях что удобно для отдыха лежа и сидя за столом обе модели имеют подушки которые крепятся на липучки друзья вы можете перейти по ссылке которая размещена внизу в описании видео и посмотреть и у этого производителя кроме шезлонгом стульев там разнообразная есть складная мебель в общем сами все посмотрите может быть что-то и выберите хотели сэкономить не поехал на море ну в итоге все наши поездки вылились в такие затраты которые люди делают именно на море но зато сколько приятных воспоминаний воспоминания это такая ценность которая со временем становится еще ценнее красота и так есть у меня мнение что тут уже кто-то урожайчик собрал потому как более ничего не попадается буду пытать счастье на других местах так что там вдалеке виднеется к эта шляпка это маховик который уже постарел так ну вижу чью-то красную голову а вон там сейчас проверим на пригодность оттушит он завалился на бочок бордовенький мой старичок это его так подогнула жизнь хорош и совсем не старичок да и даже не овладел им червячок так смотрим дальше а вот вообще супер красота вдали видеть сейчас проверим вот это я на него смотрю а по бокам могу не заметить он такой какой-то там бледненький видно на солнышке под загорел а вообще такой интересный экземпляр интересен тем что треснуло здесь надо сфоткать да вот это его расперло такой хорошенький так это старенький у нас я тут одно местечко знаю ну как тут далековато конечно пешком отсюда так там года три-четыре назад случился пожар местечко собой представляет множество ям глубоких которые уже стали болотом там у них камыши деревья растут глубокие такие ямы там даже на есть метра по два я когда-то туда чисто случайно спустился по нужде а вышел оттуда с двумя полными большими от и бешенными пакетами подосиновиков причем это было вот в такой период лето тоже было очень засушливым мне было очень удивительно ну там-то влага есть низинка а что им надо тепло влага короче там все это есть единственное что она горела не знаю надо как-нибудь собраться силами и туда сходить проверить вот с этой стороны болотца преимущественно тень весь день посмотрите как причудливо растет вот этот малыш он просто растет горизонтально к земле из корней вот такой как я называю космонавтик так а вон его дед с бабой уже все свое отжили ну видимо видимо не было никого какой прохладный и сырой вот тут рядышком еще одно загляденье просто ветки такие тяжело пройти так в этот у нас высокенький сейчас посмотрим решетки из веток красивый сейчас я покажу с другого ракурса ох какой аккуратненько достанем его замечательный идеальная под шляпе белая часть ножки была червивенькой вымазал просто тут чуть-чуть а так идеальный здесь придется очень тяжело пролазить потому как буквально стеной все переклилось будем это делать задом судя по количеству старых так они уже и отходят я имею ввиду первый слой ну это хорошо что есть такие грибы которые успевают здесь умереть своей смертью я думаю это дает им шанс на а то чтобы обильно и потом с опытом появилась слышал даже такое нельзя собирать грибы в высокосный год это раз в четыре года до потому как именно в этот год они все должны умереть своей смертью чтобы далее плодоносили а вот посмотрите какая красота они уже приготовились умереть своей смертью по всей вероятности это я сужу по размерам два огромных подоса в решетке из веток один вроде тверденький сейчас оценим их не шляпы ноги и подшляпе я но этот не знаю просто подсох подсох что ли так то у него видите белеет сейчас посмотрим что с ногой но этот уже наверно и трогать не буду они он такой тверденький просто такой причудливой формы тут надо с пилой ходить или с топором вот он смотрите а его черви червис ей он уже вот спороносил здесь пускай лежит пускай у этого просто сейчас оценим состояние ножки очень твердая ножка ну ножка хорошо вот такой крохотный результате на моем болотце пойду проверю чужие болотца так я услышал с той стороны кто-то ходит хоть бы это был человек так друзья мои это какая-то женщина там ходит я думал это я один такой такую жару попёрся красота вот она пошла в ту сторону а я в эту встретились мы с этой женщиной то там побольше рыбочки это многое объясняет вот стал уже выходить и смотрю яйцо такое красное лежит маленький подосик ух какой болерун длинноногий жаль ножка вся почти поражена ну хоть шляпка целая у женщина говорит сатильки початок остики-тики вон и пришли но она видно уже такая особый там а вот даже на совсем казалось бы сухом месте вылез один это под березовичек это чистенький под березовичек ой друзья шо нам тут под березовичек когда тут такой подос толстоногий толстозадый какой прекрасный а вот что видать бабушка сюда не захаживала ну что друзья мои все-таки меня подрывает прям поехать на то место которым я сегодня вспоминал там где все сгорело года три назад на или четыре интересно восстановилась ли она в чем сейчас буду пробовать туда попасть ну что я вот еле доперт до машины или дополз ну с богом проверим местечко итак мы уже на месте просто я не помню как тут что устроено вот эти глубокие ямы вот вроде как и все тут и восстановилась даже темно и сыра ну подосиков не видно зато вот встретился такой грусть сыроежки еще такой грусть и еще прикольные матушка умеет их солить так ну это сыроежки здесь смотрите целый клад из этих ну это не тот грусть черный это какой-то белый грусть может вы как-то по-другому его называете вот такие вот и вот выглядывает ухо смотрите на нем даже капельку мы с мамой такие собирали когда-то вот какой свежок вообще я знаю что грузди это всегда грибы высшей категории вот оно все сухое стоит прошелся больше пока ничего тут не нашел акации по вырастали молодой осенничек сейчас сухо здесь были большие деревья эти сосны тень давали сейчас все высохло вот уже выйдя к дороге трутовик стерна желтый попался но он уже старенький никогда не пробовал его говорят вкусно буду я уже завершать сегодняшнюю прогулочку немножко насобирали пока такая ситуация в лесу а поэтому до скорых встреч друзья до скорых встреч всем счастья здоровья и лайка этому видео